На Гомельшине протягивается работа по инвентаризации земель, которые после Чарнобыльской катастрофы были признаны непригодными для господарского использования. После 35-ти годов, после аварии, шмот какие территории снова можно использовать для отрывания кормов. Наступный материал – с Кармянского района. Лишится, что территория сучасного Кармянского района у Першиню была заселена около 20 тысяч годов тому. У его истории были разные периоды, але Чарнобыльскую катастрофу можно назвать одним из самых трагичных. Практично каждая третья везка была отселена, а с господаршего обороту пришлось вывезти амель 17 тысяч гектаров сельгазугодзел. Зараз начался отворотный процесс. Земли, на которых, как минимум, можно вырошивать кармы для живелы, снова начинают выкрыстовывать. Стоит владеть, потому что у нас в сельхозорганизациях не хватает кормовой базы. Также они находятся в некоторых участках, промыкающих к возделиям. То есть, ну, целесообразно использовать полностью одним массивом. У господарках такий подход вітают. Урештек, або выплачивать годную зарплату, необходимо працовать с прибитком. Технологии по отриманні чистого мяса с живел, які вирушиваются на допущально заброшенных территориях, давно отпрацованные. Значна горшка линьяма кормовой базы. Кормовая база. Нам надо много сеять кукурузы, это полторы тысячи. Плюс, что люцерна, клевера, достаточно, да. Тем более, что мы в прошлом году, нам еще 100 гектар земель бывшего совхоза Кормянский себе забрали, посеяли там кукурузу в прошлом году, а в этом году. А зимы посеяли. Конечно, есть, конечно. Отчего не должны зарастать тавровой. Для того, как уявлять реальную ситуацию, некальки лишь был. После Чернобыльской аварии с господарчих обороту на Гомельшине было выведено больше, как 200 тысяч гектаров. Каля 80% этой территории сегодня займают лясы. Остатние 40 тысяч постоянно доследуются и при махчимости снова выкрыстовываются. Процесс довольно складанный и протяглый по часу. Але при выконании усіх потребований гарантует для насильництва беспечное уживання отриманной тут продукции. При том, что все доследования и узгоднения проводятся за державную кошту в рамках чернобыльской программы. Любая организация на территории, в которой находятся эти земли, они могут подавать заявление, соответствующее в райисполком, и начинать процедуру вывода. Впоследствии организуется агрохимическое и радиологическое обследование этих участков. И документы подаются в департамент по ликвидации последствий катастрофы. Департамент, в свою очередь, получает заключение Министерства природных ресурсов, Министерства сельского хозяйства, Министерства лесного хозяйства в случае необходимости, Министерства здравоохранения в обязательном порядке. И документы подаются в совмин. Вот таким образом уже порядка 16,5 тысяч гектар с момента аварии введено. Олег Сантеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадо. Компания Гомель. Кармянский район.